Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Я считаю, что мы провели очень достойный матч. Мы были агрессивны, мы доминировали. Раньше у нас не получалось быть целостными на протяжении всего матча. Был тайм лучше, тайм хуже. Сегодня два тайма мы держали скорость, держали агрессию, создавали моменты. Мы 20 раз били поворотом соперника, мы забили со стандарта. Пропустили нелепый гол. Поэтому понятно, что результат нас не радует. А по игре есть приятные ощущения. Потому что мы создаем моменты. Нужно немножко подтянуть реализацию. Фантастическая обстановка на трибунах. В пользу случаем хочу всех поздравить с праздником большим и светлым. Пожелать всем здоровья. Ну а мы сегодня постарались людям подарить мгновение счастья. Но мне кажется, болельщики должны быть довольны самоотдачей, желанием. Ну и в принципе футбол, который мы сегодня продемонстрировали, я считаю, что он пойдет в плюс. Пожалуйста. В чью позу ничья сегодня? Слушайте, ну давайте объективно. Конечно, в пользу Ахмата. Потому что давайте статистика. До этого тура команда на пятом месте была. Очень агрессивная, жесткая команда. Очень организованная. И я просмотрел четыре матча. Мы выносим матч со Спартаком. Там своя история была. Никто не доминировал так над Ахматом, как мы сегодня. У них практически не было голевых моментов. Но концовку я не беру. Там уже все в нюансах. Гол, который они нам забили, это наша ошибка. Больше моментов не было. Наш вратарь в игру не вступал. То, что мы давили, то, что мы создавали напряжение, агрессию. Я думаю, что мы выиграли во всех компонентах сегодня. Удары, единоборство, владение мячом. Нас часто упрекали, что мы играем от обороны. Этот мим мы уже давно развеяли. Потому что последние пять матчей мы забираем даже себе владение. Независимо от того, дома мы играем или на выезде, Цейскайта или Ахмат. Мы наносим порядка 15-20 ударов в каждый матч поворотом. Не хватает нам мастерства в завершении. Это сложно, но наш труд в песок не уйдет намного над этим работой. Поэтому я думаю, что сегодня то, что Ахмат не проиграл, они должны быть довольны. Следующий вопрос. Добрый вечер. С праздником. Спасибо. Получилось два разных тайма. Первый, скажу так, во втором факел действительно доминировал. В первом такого преимущества не было. За счет чего удалось приезжать соперника к своей штрафной? Я думаю, что первый тайм мы еще больше доминировали, чем второй. Да, не за счет чего-то конкретного. Был план на игру. Ребята старались выполнять нашу установку. Замены. Абрахими хорошо вышел, освежил фланг. Ну и все-таки желание, потому что 0-1 после первого тайма нас заставляло больше рисковать, больше идти в атаку. Я бы не делил матч на таймы на самом деле, потому что, ну, по крайней мере, то, что я видел от кромки поля, я думаю, что мы не прибавили во втором тайме так сильно. Целостность матч был хорош. Дмитрий Анатольевич, при забитом мяче перед стандартом к скамейке запасных подошел Ильин Брайшин и именно Александр Львович Чехрадзе донес какую-то информацию ему, вот, и, собственно, после этого был забит гол. И вообще при каждом стандарте именно Чехрадзе как-то контактировал с игроками, что он передает? Да, да, нормальная практика. Александр Львович погружен в изучение, реализацию стандартов и весь тренингский штаб работает над этим. Просто невозможно в этом компоненте, знаете, так, чтобы была коллективная ответственность. То есть есть человек, который должен в эти моменты подсказать, вот, и Александр Львович как раз-таки пользовался своей опцией. Сегодня несколько угловых Альшин с Альмашином разыгрывали. Вот, это такой первый и второй короткий догонку Марков, который был заменен в первом тайме, который занимался не свойственным для себя делом, уходил от штрафной соперник, пытался разыгрывать мяч. Постоянные обрезы были. Вот вы его не из-за этого? Нет, поменяли мы его не из-за этого, у него повреждения. Вот, у него проблемы с мышцей. Будет обследование, и тогда мы можем позже только сказать о характере его травмы. Но я с вами соглашусь. Вот, некоторые моменты у нас не получались, потому что мы все-таки хотим, чтобы больше мячей мы сохраняли, и больше было игроков при доставке сланга именно в штрафной соперник. То есть нам нужно насыщать штраф, ну, голы оттуда приходят. У нас были моменты, но, к сожалению, пока так. А про угловые? Угловой розыгрыш нормальная домашняя заготовка, потому что вода камень точит, и мы пробуем разные варианты. До этого была засуха, мы не могли забить, а мы, в принципе, достаточно уверенно должны себя чувствовать на стандартах. Пробуем разные варианты, что-то работает, что-то нет, но по сегодняшнему матчу, скажем так, наша заготовочка домашняя сработала. Добрый вечер, Андрей Сыков, коммерсант. Видите, Натальевич, два момента. Первый, действительно интересный розыгрыш стандартов, неординарный, но все-таки так близко к штрафной, будут когда-нибудь удары все-таки именно со стандарта. Да, да. И второе, что произошло в дополнительное время. Казалось, у нас была инициатива, и потом хлоп, чуть-чуть не случилась беда. Чуть-чуть не случилась несправедливость, я бы так сказал. Да, я вам обещаю, что удары будут, удары обязательно будут, а то, что в концовке, ну, понимаете, команда заточена на победу, команда обязана побеждать в домашних матчах, потому что такая поддержка болельщиков, она эмоционально нас немножко, скажем так, направляет вперед, 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 и потеряли немного концентрацию в этом моменте. Ну, я думаю, что все-таки то, что удалось нам не пропустить в концовке, это не то, что несчастный случай, это достойная самоотверженная игра нашего игрока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...